всех приветствую на своем канале так как проблема у нас с коронавирусом сварочных работ как таковых пока нету серьезных таких чтобы записывать показывать ролики я решил заняться немного своей машиной девяточки старенькой поменять там некоторые вещи подварить потому что машина рабочие у меня с порогами такая вот фигня это надо все менять все подваривать вот здесь вот крыло надо будет поправить вытянуть буду пробовать вытяжку крыла тоже вот багажник сильно сгнил надо все подварить и вот заднее крыло сильно тоже загнил конкретно полопались лонжероны надо подварить пока по кузову не пошло и сделать усиление у меня закончилась углекислота резко как всегда неожиданно потому что датчики здесь не показывают по ним ничего не видно сейчас поеду менять углекислоту как понять то что у вас закончилась углекислота если вы где все краны проверили у вас все открыто редуктор открыт как положено кран открыт сварочный аппарат включены все положения включили интегратор горит идет подача проволоки но нет характерного шипа когда есть кубе кислота он шипит так вот такие случаи когда слишком шумно то не слышно вообще как он шипит то просто сварочная проволока она не варит а делает просто пора получается вот такие поры значит надо ехать менять углекислоту последний раз я менял углекислоту в прошлом году и это стоило где-то 750 рублей в этом году даже не знаю сколько это будет стоить для тех кто не знает на углекислота нужна для сварочного аппарата типа полуавтомат есть также сварочные аппараты без углекислотные с плюсовой проволокой как сколько раз я пробовал слышал от других что не особо хорошо они варят лучше покупать полуавтоматы под углекислоту нужен мне вот такой ключ на 32 чтобы открутить вот этот вот вентиль для того чтобы покупать полуавтомат надо обязательно покупать углекислотный баллон также редуктор надо покупать ну и шланг к нему кислородный метров пять как минимум редуктор идет стандартный но у меня здесь стоит цвета черного значит он идет непосредственно на углекислоту также можно ставить кислородный примерно стоимость всего где-то полторы тысячи рублей сейчас на легковой машине на своей на девяточку туда вот погружу углекислотный баллон съездил на станцию обмена посмотрим сколько будет стоить замена углекислоты там отдаешь свой баллон платишь деньги и тебе дают другой баллон заправленный там какие нюансы надо обязательно проверить кран чтобы хорошо держал если он будет пропускать что углекислота закончится быстро надо проверять и желательно смотреть чтоб кран был поновей баллон был успешно загружен машину принципе нормально лежит а вот по диагонали когда его ложишь нормально но если вот у меня вот просто это ручек нет внутренних сняли обшивку когда с обшивкой маленько задевают приходится дверь подвязывать а так все лег нормально закрываем лучше конечно углекислотный баллон есть менять вдвоем одному тяжело ну когда берете его пустой он не особо тяжелый его можно кантовать одному но блин когда уже он полный у него вес где-то больше ста килограмм наверное сейчас думаете блин вот он такой нехороший человек нарушает правила перевозки баллонов надо там с колпачками возить да в принципе я нарушаю я не говорю но углекислота углекислотная смесь и смесь для аргона аргоновая смесь есть еще даже смесь аргон и углекислоты вместе эти баллоны не взрывоопасные их можно водить без колпаков принципе ничего такого страшного нет она не взорвется даже если упадет единственное и кислород тоже но кислород взрывается только когда на него попадает масло углекислота обычно продается на промзонах и вот едете где-нибудь по промзоне и смотрите на заборах на бетонах обычно всегда будет написано пропан углекислота кислород прошлом году я вот здесь отменял не знаю сейчас здесь есть что-то вывески не видно здравствуйте я за углекислотой они еще здесь работают все работает нормально сейчас поменяем правда вот вывески не было не знаю почему люди рекламу свое просирают вешайте рекламу вот если я просто знал я уже приехал сюда поставили память а вот если кто-то новый человек хочет заправить на мост интернете не как рекламный повесить баннер вам будет здесь вот я подъехал сюда спасибо а 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 снимать не разрешили там но в общем получается так баллон час углекислоты заправка со своим баллоном приезжайте на обмен стоит 650 рублей дешевле чем в том году на 100 рублей стал не знаю чем это связано приезжаешь обдаешь свой баллон тебе дают другой баллон такой же единственного проверить кран обязательно чтобы не пропускал потом откручивайте пробуйте давление там чтобы нормально так шло бывает полупустые баллон продают и посмотреть желательно пробитые даты там когда последний раз на нем стояла дата замены крана вытаскивать его уже потяжелее у него вес прибавился на два раза больше не в три раза больше кислота почему-то очень тяжелая нормальный вес так вот я съездил поменял углекислоту и сейчас я покажу как работает сварочный аппарат с углекислотой вот такие вот характерный шип сразу услышишь его все значит углекислота есть также с помощью вот этого звука обычно сварщик регулирует подачу углекислоты сильная подача не нужна буквально для того чтобы даже хватит чтобы не было пор при сварке все слишком сильно не надо и чтобы постоянно шипела не надо даже когда при выключенном аппарате и сейчас я покажу как варится вместе с углекислотой вот это вот сварка уже получается с углекислотой вот это вот сварка без углекислоты разница видно здесь пор никаких нету здесь весь сварочный шов коров вот и все с вами был роман на канале сварной всем пока метра 4 высоту и в длину метров 5